итак всем привет с вами Лилия Донскова сегодня у нас будет с вами экспериментальный макияж для рыженьких и в первую очередь я хочу сказать чем отличаются рыженькие например от брюнеток потому что я раньше была брюнеткой сейчас сделала смывку черного цвета и пока в этом периоде в переходном у меня рыжий цвет и встал вопрос как одеваться какие цвета больше идут как краситься и я вам скажу что больших отличий нет потому что все равно макияж мы подбираем с вами под одежду под то как мы одеты а если одежда нейтральная то соответственно мы делаем макияж уже чтобы он сочетался с цветом волос например с цветом аксессуаров и так далее и под глаза кстати тоже прикольная тема делать макияж под глаза и сегодня я вам хочу показать такой естественный мягкий нежный макияж для рыженькой девочки женщина который можно сделать очень очень просто и начнем с вами как обычно с подготовки кожи я буду делать это очень быстро не буду на этом задержаться наносим сначала праймер потом наносим тон на лицо можно какой-то например я праймер использую серии zewan мне он очень нравится тональную основу можно тоже взять и серии zewan можно взять мою любимую giordani tone fluid тоже он обалденно классный то есть он дает сразу такой эффект любит лицо припудренное я сделаю легкую коррекцию вокруг глаз потому что у меня сейчас такие синячки вот таким специальным средством мне нравится эта палеточка с корректирующими средствами тоже серии zewan и конечно же пудра румяна все как обычно да приступаем вот и вот вот и и и и и Продолжение следует... Итак, вуаля! Кожа лица подготовлена к нанесению макияжа. Сейчас мы возьмемся за бровки. Тут тоже все обычно, все стандартно делаем бровки. Подбираем цвет под более такой естественный. В палеточке уже практически закончился. Буду использовать средний оттенок, потому что сейчас, когда волосы стали намного светлее, темный цвет никак не подойдет, потому что он будет слишком контрастировать с общим цветом волос. А брови должны, в общем-то, сочетаться. Когда, например, брови смотрятся гармонично, то и весь макияж будет смотреться очень гармонично. Итак, что мы делаем? Плоской такой кисточкой набираю немножечко светлого оттенка корректирующего средства для бровей и аккуратненько начинаем выстраивать форму бровей, прокрашивая внутреннюю часть между волосками и выстраивая форму. Потихоньку дамираю средство и аккуратненько простраиваю форму, чтобы был легкий изгиб брови. Также не утяжеляем бровь снизу, потому что если нанести много средства ниже, то мы, получается, опустим глаз ниже, да, будем давить бровями. Этого нам тоже совершенно не нужно. Аккуратненько, много не надо средства. Я к себе, кстати, выписала новую тушь для бровей, теперь светлую буду пробовать. Хвостик тоже обязательно поднимаем чуть выше, мы его не опускаем, чтобы визуально не опустить века вниз. Мы его также чуть-чуть поднимаем, она становится таким веселеньким, задорным. Вот такая бровь. И слишком длинную тоже делать не нужно. Если вы теряетесь, как сделать бровь, положите кисточку от крыла носа через край глаза, и у вас эта линия должна закончиться, как раз пройти через край брови. Этого будет достаточно, больше не нужно. Вот, смотрите, аккуратненькая бровь. Делаем сразу вторую по образу и подобию. Теперь сравниваем, чтобы брови были одинаковые. Самое важное – добиться эффекта похожести. В общем-то, как вы видите, лицо сразу стало выразительным, очень таким ярким. Уже, в принципе, чистая кожа, брови и накрасить губы. Можно реснички. И уже классный макияж получается. Но так как у нас сегодня есть дела, нужно будет выйти понарядней, то делаем понарядней макияж. Вот, в принципе, все. С бровями мы закончили. Можно еще добавить закрепитель, воск и так далее. Но это можно не делать. Все. Следующий этап – глазки. Я привыкла основу для макияжа использовать как основу для макияжа. Это база The One матовые стойкие тени. Я достаю кисточку, снимаю излишки об краешек. Потому что мне не нужно, чтобы это лежало большим плотным слоем. То есть это как база, выравнивающая такая основа. Можно, кстати, и праймером пользоваться. Тоже классно. И небольшое количество я наношу. Тут же под рукой лежит пушистая кисточка для того, чтобы быстренько, пока все это не высохло, распределить все ровненьким, тонким слоем. Потому что если оно высохнет, то будет комочком лежать и уже его никак не уберете, только смывать. Тени настолько хорошо вот ложатся, такие крепенькие, плотные. Так, сразу делаю второй глаз. У нас появляется такая вот основа для нанесения сухих теней. Все, как бы века и высветлилась, такой выровнялась. Мне очень нравятся эти тени. Так, далее я беру палеточку. То есть я буду делать такой тепленький макияж. Нежный, тепленький. И в первую очередь, чтобы упростить дианальчо, я внизу прокрашу таким толстеньким карандашиком из серии The One. Он тоже стойкий. Даст немножечко зелени. То есть, чтобы все не было таким вот коричневым, золотым. А я хочу разнообразить, добавить немножечко зелени. Вот так вот в уголочке. Немножечко распределяю в ресничках. Легким-легким движением. То же самое сразу делаю на второй глаз. Вот так вот. Это еще, конечно, не окончательный вариант, потому что мы будем все тушевать. Я возьму такую палеточку Very Me. Хорошие тени. Уже у меня такие они в активном пользовании. И я буду брать из них, конечно же, сначала темный оттенок. Такой плоской кисточкой, которая для корректора. Но мне нравится именно ей прокладывать линии вдоль роста ресниц. Мне нравится ей выводить кончик. Сейчас я возьму маленькое зеркало, чтобы мне было удобнее. То есть, как мы делаем? Мы берем, набрали тени и прокладываем сначала как стрелочку над ресничками. И стараемся прямо вот так в реснички сюда попасть, чтобы не было расстояния, не было видно кожи между ресничками. Потому что мы реснички потом накрасим. И веком. И, как вы помните, мы сразу поднимаем вот так вот сюда вверх стрелочку. Такую соединительную. В которой мы ориентируемся, чтобы за нее не заходить. И еще набираем немножко теней, то сделаем такой легенький набросочек. Вот так вот ограничим. А все остальное мы заполним пушистой кисточкой. Чтобы не ошибиться, я делаю сразу же второй глаз. Потому что если я сейчас прокрашу полностью один глаз, и потом буду пытаться сделать то же самое на втором, то у меня может произойти сбой. Я не могу не вспомнить, что и как делать. А сейчас у меня вот ориентиры есть, и я по ним же двигаюсь. Делаю сразу второй глаз. Так намного проще. Никаких жестких линий, все легонько. Видно, она здесь хорошо. То есть сюда бросила стрелочку, сюда бросила стрелочку. И сейчас намечаю такое же расстояние. Так. И сравниваем. Должно быть одинаково максимально. Где-то вот так. Скорее я беру пушистенькую кисточку. Такую вот хорошую пушистую кисть большую. И на нее набираю таких же тепленьких оттенков теней шоколадного цвета. И начинаю заполнять вот это пространство. То, что мы отделили. И потихонечку двигаюсь к серединке. Не сильно. То есть легкими движениями как бы пришлепываю тени. Припечатываю. И сразу же на втором глазе. То есть я дошла примерно до середины. То есть не дошла чуть-чуть до середины глаза. Остановилась. Делаю то же самое на втором. Если вдруг немножко вылезли, что-то сделали, ничего страшного. Все можно подтереть. Вот я, например, сейчас неожиданно для себя завязала чуть выше. Ничего. Взяла пальчиком, аккуратненько все убрала. Сравниваем интенсивность. С одной стороны, если сделали темнее, значит с другой надо добавить. Должно быть хорошее освещение, удобное зеркало. Вот это такой на вылазочек. Теперь самое главное. Мы берем чистую пушистую кисточку. Набираем светлый оттенок. И я хочу использовать тоже из серии Зиван Тени. Они были у нас буквально не так давно, но их сейчас нет. Это была такая коллекция ситуационная. И мне нравится здесь золотистый цвет. Я его возьму на кисточку, обильно прям набираю много-много-много. И вот на серединочку глаза, на яблочко на самое, я вот сюда выкладываю полосочку такую. Видите, я впечатываю, то есть я прям в тень вшлепываю. Тем самым тушую границу, чтобы не было резкого перехода между темным оттенком и светлым. То есть делаю такой некий гардиентик. Убираем резкие границы. Придаем сияние, как блик такой на серединке века. И делаем то же самое на втором глазе. Конечно, когда есть у вас разнообразие теней, то это плюс, большой плюс. Куда можно поэкспериментировать, поиграть с макияжем, поделать разные варианты макияжа. Так. И все сравниваем, чтобы все было одинаково. Хорошо. Вот, уже у нас обозначился такой намек на макияж хороший. Теперь нам нужно будет пушистую кисточку почистить. И я возьму немножечко матовых теней из моей палеточки The One. Я собрала их сама, эти тени. У вас тоже есть такая возможность купить отдельно палетку и выбрать те оттенки, которые вам нравятся, которыми вы будете пользоваться. Сейчас я возьму самый светлый матовый оттенок для того, чтобы сделать тушевочку. И эта граница, чтобы не была слишком четкая. Немножко можно подбровить, излишечки так бросить. А вот эту часть мы начинаем тушевать. Легонько, чтобы вот эта вот граница не была жесткой и четкой. Так. Немножечко все убираем. Вот, как-то получился такой более прозрачный мейз. Чтобы он был не слишком яркий и вызывающий. То же самое делаю с вторым глазом. Легонький намек под бровь. И остальное делаем легкую-легкую тушевочку. Берем опять ту же самую кисточку, с которой мы начинаем работать, остренькую, с острым кончиком. И сейчас нам нужно будет сделать соединительные работы с глазом. То есть набираем тот же самый темненький цвет. И вот этот уголочек мы прорабатываем тенями. Во-первых, мы закрепляем карандаш, чтобы он был более стойкий. И делаем вот такую тушевочку. Такую тушевку не сильную. Чем вы более светленькая, тем мягче, нежнее должны быть оттенки. Потому что если будут слишком резкие цвета, то будет смотреться как бы макияж отдельно, вы отдельно. И вот здесь нужно обязательно знать меру, чтобы не переборщить, не сделать лишним. Кстати, сейчас таким цветом волос я практически отказалась от черных стрелок. Потому что они очень яркие. Только под вечерний такой макияж их использую. Когда и наряд соответствующий, и хочется поярче, и просится поярче. Ну, конечно, когда я была брюнеточкой, мне было намного проще с макияжем. Вообще могла накрасить все, что угодно. Все подходило, все нравилось, все было классно. Сейчас нам на помощь придет карандаш. То есть с тенями мы закончили. Если нужно будет, еще чуть-чуть в уголочках проработаем. А я сейчас беру карандаш The One. Он коричневый. Обратите внимание, это не черный цвет. Это коричневый, темный оттенок. Такой шоколадный, кофейный. И им я легонько прорабатываю уголочек. То есть, смотрите, я прям прорисовываю, как бы вот по линии глаза, тоненько. Чуть-чуть внедряюсь в глубину ресничек. Ой, поморгать охота. Как бы соединила вот это место, где у нас было светло, с темным. То есть сейчас... Сейчас немножко проморгаюсь. У меня глаза очень чувствительные, поэтому с ними так грубые действия никакие не проходят. Смотрите разницу. То есть легкий намек, чуть-чуть затемнило вот эту линию, как бы соединило, показало, что здесь тоже растут реснички. Да, тоже растут реснички, чтобы не было совсем пусто и неинтересно. Так скажем. И второй глаз. Делаю то же самое. Так, машинка с кисточки попалась. Обратите внимание, как я держу карандаш. То есть, когда я крашу здесь, я его держу немножечко с ним, а затем, чтобы было удобно, я переворачиваю карандаш, делаю такой захват и уже фиксирую его. Вот, держусь, рука у меня держится за подбородок, опирается на подбородок. И таким образом я аккуратненько прокрашиваю вот эту линию соединительную. Вот и все. Что здесь еще можно сделать? Маленький хвостик, стрелочку. Можно делать, можно не сделать. Потому что, в принципе, ресничками мы сейчас добавим вот этого объема и длины немножечко, да, автоматически выведется стрелка. Можно легонько, прямо вот из этого уголочка чуть-чуть вот так бросить стрелочку. Вот такой вот. Чуть-чуть. Маленький хвостик. Она закроется ресничками, ее не будет особо видно, но она как легкий намек, но не сильно. Легкий намек. Оп, все, стрелочка. Вроде бы когда и глаз такой открытый более становится повеселее, более задорный. Все, сейчас мы проверяем еще раз, проходимся, смотрим, где, что с тенями, чтобы все было хорошо, все переходы гладенькие. И чуть-чуть мне хочется добавить капельку на уголочек снизу, золото чуть-чуть. Так. Отсюда капельку и отсюда. Высветлить уголочек глаза. И далее мы берем тушь. Можно, кстати, мне очень нравится использовать перед нанесением тушь вот такой вот аппарат. Да, лайфхак такой. Агрегат по закручиванию ресничек. Ну, ими просто пользоваться. Берем, подводим аккуратненько. Прижимаем. Считаем до 20 где-то примерно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Но я долго не буду, потому что... Ну, в принципе, классная штучка. Мне нравится пользоваться именно такими щипчиками. Ресницы более аккуратно прокрашиваются. Сразу легко форма придается. Особенно, если ресницы свои не очень аккуратные. И как набираем тушь? Не вот так вот, как многие делают, а круговыми вращательными движениями. Мы по бочкам как бы набираем тушь. И начинаем красить. Если вы используете, как я, тушь пять в одном. У него такая чудная кисточка. Я ее очень люблю. Сначала мелкими-мелкими шетинками мы подбираемся прям под основание, где начинаются расти реснички, чтобы прокрасить их. И сразу же чуть-чуть приподнимаем. То есть я поднимаю. Смотрите, делаю маленькую задержку на секундочку. Оп, реснички подогнула. И так далее. То есть прохожу, все реснички прокрашиваю. Это первый слой такой маленький. Можно сразу внизу чуть-чуть оттенить. То есть внизу прям можно несколько раз проходиться легкими такими взмахами, чтобы реснички были пушистые, ненагроможденные. Опять ныряем во флакончик, набираем немножко туши, открываем, прокрашиваем второй глаз. Как говорится, в макияже не нужна спешка. Иногда вижу ресницы такие вот с комочками, слипшиеся. Ну, это смотрится очень некрасиво. И хочется сказать, что девочке лучше вообще не красятся, чем краситься неаккуратно. Так, первый слой пройдет. Набираем тушь. И уже кисточку можно перевернуть на длинную сторону, где у нее длинные щетинки. И уже длинненькой стороной делаем укладочку. И удлиняем, наращиваем, пушим их, расчесываем. И все, нам останется эту губу накрасить. Чем ярче помада, тем, конечно, сложнее. Нужно настолько сделать четкий, красивый контур. Проверяем, чтобы были неслившиеся, расчесаные и внушенные. И немножечко на второй стороне. Мне уже нравится. Такой легенький, прозрачный макияж получился. Хотя он, конечно, многослойный. Несколько оттенков теней используется. Но, как говорится, лучше потрудиться над макияжем. Ну, получите его такой классный прям. И еще немножечко можно сделать на нижние реснички. И еще. Все. С глазками я закончила. Осталось губки. Губки я тоже сделаю в теплом оттенке. Использую карандаш The One. Выкручивающийся. Любимый цвет. Обязательно под видео будут коды всех продуктов, которые я использовала. Конечно, некоторых уже нет в продаже. Но иногда бывают в распродаже. Вы будете знать. Вот нанесла легкий контур. Смотрю, чтобы было одинаковое. И заполняю все губы контуром. Так будет красиво. Будет красиво. Будет помада держаться классно. Наносим помаду. Ой, вы знаете, мне так понравилась новая помада с эффектом металлика. Она матовая. Металлик просто обожаю ее. Я ее и нанесу. Вообще, просто фантастический цвет. Как она классно лежит на губах. Очень долго. Такой стойкий получается макияж губ. Вот и все. В принципе, макияж готов. Как видите, ничего сложного я не делала. Все очень просто. Главное, помните, что мы сначала делаем набросок. Работаем сразу одновременно с двумя глазами. То есть здесь линию провели. Здесь такую же. Сравниваем. Здесь делали. То же самое повторяем на втором глазе. Все сравниваем. Что-то не нравится, стирайте, делайте заново. То есть набивайте руку, нарабатывайте вот этот опыт, как делать. Правильно? И знаете еще, что очень круто помогает фотография? То есть вы, например, сделали что-то, возьмите, сделайте селфи. Себя сфотографируйте, посмотрите на фото. Вы сразу увидите, нужно ли добавить цвета. Или вывести стрелку подальше. Или брови, например, слишком темные или припущенные, надо поднять. То есть на фото сразу видно все ошибки. Потому что когда мы смотрим на себя в зеркало, мы рассматриваем себя как бы частями. А на фотографии мы сразу видим общую картинку и какой эффект мы производим на, да, ну вообще вот этим всем. Поэтому экспериментируйте. Не бойтесь экспериментов. Делайте все, как говорится, легко, радостно, чтобы вы себе сами нравились в первую очередь. Ну и спрашивайте отклики у своих близких тоже, чтобы они подсказывали, как вам хорошо это или не очень, да, что-то можно изменить. Так что, до новых встреч. Спасибо за внимание. С вами была Лилия Донскова. Если видео понравилось, то ставьте лайк и вопросы в комментариях, и отзывы. Все, пока-пока. Го-про топ видео.